Доброе утро, мир! Доброе утро, мои дорогие! Это я, ваш Соса Павлияшид. Этот артист – настоящая солнечная батарея. Своей энергией он заряжает многотысячные залы. Фантастическая музыкальность, легкость, кавказский темперамент, яркие костюмы – все это Соса Павлияшвили. Артист, наполняющий своей музыкой и любовью наши сердца. Где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая, я грушу один? Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, ждет тебя грузинья? Вы блестяще закончили Тбилисскую консерваторию по классу скрипки. Вот сейчас, зимними вечерами, наигрываете что-нибудь на ней? Зимой нет, но к весне, я надеюсь, возьмусь. Ваша мама, вот как Моцарта юного, поколачивала, чтобы вы стали великий музыкант? Била, как собаку. И не потому, что я стал бы великим, а чтобы я не отошел от музыки, потому что этого хотел Бог. А мама это ощущала в себе. Паганини играл на одной струне на скрипке, а я слышал, что вы играли на скрипке со сломанной рукой. Я играл и со сломанной рукой, и играл на двух струнах на отборочном туре к Юрмале. Кто-то спустил две струны, а там прямой эфир, все, живем. Я начал играться, я увидел, что струны спущены. Я на октавовище сразу перескочил и доиграл так, что никто даже и не заметил. Капитан Бесецкий, знаковое имя в вашей жизни? Пришел в армию классический скрипач, а вышел из армии почти что рок-музыкант? Капитан Бесецкий это в той команде, в которой несколько знаковых фигур, которые являются путеводной звездой для меня. Вы когда-нибудь страдали звездной болезнью? Никогда, даже не знаю, что это такое. Плов или хинкали? Хинкали утром, плов вечером. Вино белое или красное? Красное. Хоккей или футбол? Футбол. Вы трижды папа. На четвертый заход пойдете? Обязательно пойду, и никто нас не остановит, Ирочка. А жизнь для вас это что? Дима, 55 лет мне, 56-й прошел. И каждый день убеждаюсь в том, что жизнь это кайф. Жизнь это кайф. И не нужен мир, это гостеряк. Жизнь это кайф. Счастлив только рядом с тобой. Жизнь это кайф. Не поет душа моя без тебя. Жизнь это кайф. Сердце бьется только с тобой. Сердце бьется только с тобой. Вот Сосо Павлиашвили 90-х годов, да? И Сосо Павлиашвили нынешний. Это два разных человека? Нет. Единственное, может быть, разница в том, что я стал более теплее, более добрее, более как бы, более спокойнее. Я безгранично благодарен Богу и за все испытания, которые у меня были, и хорошие, и очень хорошие. Это тоже самое большое испытание. И плохое, и очень плохое. Все было в моей жизни. СИХАРУЛИТ ИМПРЕСТАРИО ТАСА ЦДЕБОНА МЕЦИТО ПАНИВИ ЭРТХАСКИТЕ ДАЧИТО КВЕХВЕ ТРЕБОНА Скрипка меня сформировала как творческого человека. И очень много красок дала мне увидеть вообще в жизни. И в людях, и в прекрасных красок, и не очень. Но скрипка меня открыла многогранно просто. Я безгранично благодарен моим родителям, особенно моей мамочке, которая именно увидела это все заранее и отдала меня по классу скрипки. Я был абсолютно уличным человеком, но тогда наша улица была другая. Тогда пальцем показывали, кто наркоман, а сейчас пальцем показывают, кто не наркоман, к сожалению. Мы старшие воспитывали нас, мы воспитывали младше, даже на год, на два младше. Мы даже не давали кому-то подумать, чтобы сигарету покурить или о гадостях не было даже разговора. Вот детство, 70-е годы, да? Тбилиси. Вот каким был Тбилиси в 70-е годы? Невероятным городом. Ай, Тбилиси, я твои целую выси, Тбилиси, стаи перелетных писяг, Тбилиси, я же я тебя завеси. Упадет ли мне в руки звезда? Или снова в судьбе холода? В моем сердце прописан всегда, Тбилиси. Советской власти там не было никогда. Советской власти было просто, да, в каких-то призывах. Нас любили уважать свою страну, любили уважать историю Грузии, музыку Грузии, фольклор. Уважать старших, уважать тех людей, которые погибли на войне. И все было по-честному. Белое было белое, черное было черное. Сильный никогда не унижал слабого. А если он был сильный, это не значило, что он был прав. И были вот такие моменты, которые во мне до сих пор сидят. И чувство справедливости, порядочности, которое мне передалось от моих родителей, особенно от моего отца, до сих пор это самое дорогое, что я могу передать моим детям. Сосо рос мальчиком не только музыкальным, но и спортивным. Настоящим борцом за справедливость. А потому он частенько участвовал в драках. За два месяца до поступления в консерваторию сломал руку. Я сломал руку, до сих пор оно зажило. Вот, если потрогаешь, вот посмотри, видишь, это вот до сих пор так зажило. Это был, конечно, шок. А как сломал-то или чего? Подрался, да. На футболе? Ну, на стадионе мы там играли в футбол, что-то не поделились, что-то там и подрались. И это был, конечно, шок. Меня хотели перевести хора дирижерские, что лишь бы я поступил. И хотели потом уже меня делать уже дирижером. Потому что это у меня тоже получалось. Но, слава богу, меня привели к одному молодому врачу, который сделал, я не знаю, чудеса сделал просто. И за, не помню, полтора-два месяца, может быть, я сейчас точно не помню, я вышел и начал играть на вступительные экзамены в консерватории. Меня, конечно, остановили, написали 5+, и все, иди дальше, и мы тебя ждем в сентябре. Только надо заниматься. Они мне говорят, каждый день надо там, конечно, конечно. Я говорю, да. Знаем, знаем мы из книг, дорог каждый в жизни миг, и на тех, что не зачинь сырят. Будем мы еще любить, будем музыку дарить, радости любимым и друзьям. Я вообще поступал в консерваторию концертом Сибелиуса. Это один из сложнейших концертов. Я был такой играющий скрипач и подавал большие надежды. Меня хотели с третьего курса уже направить на стажировку в Москву. И меня видели как уровня Спивакова, моего любимого. То есть вы видели толк? Марин талантлив, да? Меня направляли на конкурс Чайковского. Но это выше конкурса нет вообще. Солнечная система. Но так сложилось, что после первого курса, мне даже не дали закончить первый курс, забрали в армию. Я хочу вспомнить историю, когда вы, утомившись в армии, вы же там траншеи копали какие-то, да? Я ничего не копал. Так тогда как было? Нас привезли копать в траншеи, потому что я постоянно был в гаубахте, как и мои друзья. Мы постоянно дрались. И нас в гаубахте забрали и привезли в офицерский городок. Я постелил свой бушлат и лег и сплю. Солдат спит, служба идет. И меня разбудил один грузин, который там уже служил. Говорит, что-что, пойдем в дом офицеров, зайдем, я хочу тебя кое-что с кем познакомить. Я говорю, пошли. Заходим, я без ремня, без нет. И там капитан Бесецкий. И он так на меня смотрит. Говорят, что ты студент консерватории. Я говорю, да. Говорят, ты можешь что-нибудь там взбаться и что-нибудь. Да, да, да. Ну, я как-то форцепиано, я увидел, как женщина. Она была для меня просто такая. Увидел, сразу сел, начал играть. Снова все сказал, сразу поднял вопрос, что дайте этого парня сюда. И меня перевели. Ну, я жил со всеми там, но у меня уже был свободный ход. Я мог беспрепятственно приезжаться в офицерский городок. То есть прикрепили к дому офицеров как штатный? Штатный. Мини-скультура я там был, да. Я там собрал очень хорошую группу. Очень хорошую группу. А не там у вас было? Вы же худрук женского хора. Офицерский жён. Это тоже офицеры и дочери. Да, мы там создали такой хор. И духовой оркестр был. Вот я расписывал эти все духовые партии. Хотя никогда я не играл, но это было очень интересно для меня. Каждую субботу-воскресенье у нас были дискотеки. Мы играли живём. Дома в Церковь был спортивный зал большой. И в этом спортивном зале мы выносили аппаратуру и играли. Раз, два, три, четыре. Выше руки, плечи шире. Дай Бог счастья вам, но фигнов. 5, 6, 7, 8, улыбнитесь, очень просим, пока в Казки пьем за любовь. Из Риги приезжали люди, я в Латвии служил. Из Риги приезжали люди слушать, что есть какой-то грузин, который там... А к концу службы, кстати, мы выиграли конкурс среди гражданских. Получили сертификат, что вот эта группа может принимать участие в концертах, в гастрольной жизни. Вот даже такое... Ну, я уже закончил тогда службу, уехал. А через 3 года приехал опять в Латвию, Юрмалу, и победил на своем первом конкурсе. Юрмалу 89, взял первый грамбр. А почему удивительно? Судьба вела. В Латвии служил. В Латвию же приехал побеждать. Да, и в Латвии Бог мне дал музыку, которая потом стала неофициальным гимном Грузии. И эта песня... Сам Шабло? Сам Шабло принесла. Мне 3 грамм приезжали. Сам Шабло... Сам Шабло... Сам Шабло... Сам Шабло... Это последняя Юрмала советская. Потому что это последний всесоюзный конкурс был тогда. Я сказал, что если я гран-при не возьму, я не буду больше петь. Мне надо было, чтобы Грузия обязательно победила, потому что там были для нас тогда страшные события 9 апреля, когда погибли, ни в чем не повинялись. Пришел к людям патриарх всей Грузии, мной обожаемый святейший патриарх Илья Второй. И в четвертом часу он всем нам сказал, что пойдемте, зайдем в церковь, потому что приближается зло. Там приезжали какие-то спец какие-то. И прольется кровь. Пойдемте в церковь. Я никому не говорю расходиться. Ни в коем случае пойдемте, будем молиться. За любовь, за свободу, за счастье, за Грузию. И все будет хорошо. Пойдемте, отсюда перейдем. Вот прямо вот. К сожалению, Бог его нам послал, но мы его не послушали. И когда я выхожу на сцену центрального телевидения, хоть низкий поклон всем, кто мне тогда доверил. Низкий поклон всем, всем, всем. Начиная от жюри, центрального телевидения, зрителей, которые отдали предпочтение не то, что мне, а волю к свободе, волю любви к своей родине. И там не было никакой агрессии. Наоборот, все было вот, все связывалось с Богом и с надеждой. И поэтому она стала как бы неофициальным гимном Грузии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, через полгода где-то, да. Ну, как оставили, мы остались родными и близкими людьми. Но они прекрасно знали, что мне нельзя на одном месте, мне надо идти дальше. Что нужна сольная карьера. А, по-моему, первый шар вы запустили, это была Олимпиада в Калгари. Я был в культурной такой, творческой группе поддержки наших спортсменов, советских спортсменов. Вместе со мной было пару грузин, пару ребят грузин, которые с собой привезли хороший коньяк. И мы как-то попали, был большой праздник. Я, кстати, там первый раз увидел Родео, первый раз увидел, кстати, резервацию с индейцами. И первый раз я попал, кстати, в стриптиз-клуб. В Калгари. В Калгари. Что-то праздник невероятный, холодно там. Не помню, ну, градусов 15, наверное, было, минус 15 там. А коньяк где стоял? Рядом? Вот. Спрятал там, чтобы он грелся. Родимый. Теплый должен быть. Родимый коньяк. Вот. Мы всех угощали там. Вот. А на сцене стояла фантастическая группа такой, которой играли тут местные ребята, кантри-рок. Фантастическая группа просто. Я их не знал, но они были очень популярны. Вот. И как-то зашел разговор, что давай от нас тоже кто-то, что-то, чего-то. И увидели меня. Я говорю, нет, нет, нет. Я говорю, давай, давай. Выкинули меня на сцену. И там ведущий, да, вот из Советского Союза там. Все аплодируют. Ну, хорошо, налейте. Говорю, налили. Что опять? Говорю, что, что, что? Давай Сулиго. Ну, давай Сулиго. Ну, что вспомнишь? Ну, это первое, что, да, да, да. Я там никогда ее не пел. С детства знаю песню, обожаю, люблю. Но никогда ее не пел. Ну, подожди. Я нажимаю первый аккорд. Боже мой, такое звучание просто. И все, все, вот тишина такая. Все, все слушают. Я начинал и начинаю петь. Саквара лиса плаус. Фейдзебл ди. И уже все, вот, дожди, ему уже понравилось. Вот же всем понравилось. Так, пошел. Ну, и пошел, потом пошла импровизация, потом модуляция. Все, и я начал импровизировать. И пошел, пошел, да, уже? В стиле соул начал ее петь, там, в блюзовом стиле. Как я закончил, я уже не помню, как я закончил, потому что я улетел. Такое там началось, просто реально. 50 тысяч человек начали, и не пускают совсем. И что делать, что-то... Вижу скрипать, стоит, все улыбаются мне. Я говорю, дай мне скрипку. Я взял скрипку, как зафигачил кантри. Я начал ее играть. Очень легкая песня, тем более кантри, они сразу подхватили, и вся группа начала со мной играть. Что там творилось? Просто ты не представляешь, Дима, что там творилось. Я вышел уже со сцены, остала очередь. Я даже не знаю, сколько их было, и автографии. Автографии тогда не было, что это не автографии, автографии. Два молодых парня, они так на русском со мной разговаривают, с акцентом. Говорят, мы вообще из Латвии, мы давно уехали, и занимаемся, мы продюсеры. Мы очень хотели бы с вами встретиться и с вами обсудить, потому что вы произвели просто невероятное впечатление, невероятное. Поэтому мы уверены, что с вами можно горы свернуть. И в этот момент двое штатском подошли калстукам. Нашли люди? Да, шкафы такие. Их так тик-тик-тик, оттеснили, оттеснили. Говорят, нам пора, мы уже делегация самая. Я вот помахал руку и ушел. Увели меня так, чуть ли не подняли и унесли. Александр Галибин. Я Пашка Америка. Меня вся округа знает, даже на Сухаревке. Специалист. Руки говорят золотые. Николай Еременко. Последний пароход в Константинополь ушел без меня. И вот теперь я здесь, и зовут меня цыган. Лев Прыгунов. Увы, ее богатство оказалось сплошным блефом. И зачем ей надо было меня обманывать? Константин Григорьев. Сон мне дурной привиделся, Пашенька. Будто мент в трактире завелся. Геннадий Корольков. Человека ведь убить не сможешь. Но можешь скоро научиться. В легендарном приключенческом детективе трактир на Пятницкой. Сегодня на общественном телевидении России. В России ежегодно выбрасывают 17 миллионов тонн еды. Пусть торговые сети думают о том, почему они берут слишком много продуктов, которые в итоге не уходят, не распространяются по рынку. Спасается в год примерно 7 тысяч тонн продовольствия из 17 миллионов. Короче, полпроцента. Большинству организаций, которые отдают нам еду, им очень важно, чтобы продукты попадали именно малообеспеченным людям. Приживется ли в России такое явление, как фудшеринг, когда делятся излишками еды? Обсудим в студии. Дорога на запад молодому советскому певцу Павляшвили была заказана. Но Сосо не горевал. Пройдет всего несколько лет, и он станет суперпопулярным в Грузии у себя на родине. И в России, куда переедет в лихие 90-е. Здесь рождаются его лучшие хиты. Выходит альбом Ирины Понаровской с его песнями. Он выступает в престижных концертных залах. Но успешная карьера обрывается неожиданно в 96-м году. Сосо Павляшвили попадает в автомобильную аварию. За рулем сидел человек, который был очень сильно пьян. А как вы с пьяным сели за руль? Ну, я его не оставил одного. Мы зашли в одно заведение, и... Или пол заведения знакомые, или пол незнакомые, которые хотели познакомиться. И сразу, в течение 10-15 минут уже заполнил был стол вином, шампанской, водкой. Там все было. Короче, коньяк. Он пошел здороваться со всеми. Пришел он уже в пьяни. Все хотели сосу выпить, угостить, да, как бы накрыть стол. Конечно, конечно. Везде и я накрывал, и все накрывали. И любой дверь можно было зайти незнакомым людям, и везде накрыли бы. Последнее достали бы. Было огромное доверие и любовь ко мне. И как раз вот и напился он. И я не мог его оставить одного. Притом днем это было. И поехали. Он нажал на газ, и он урезался об бордюр центра Тбилиси. Откуда-то появилась женщина, одетая в черном, молодая, с ребенком. Она не должна была там быть, потому что там ужасное такое, мощное движение. Откуда-то она там появилась. Просто непонятно откуда. И он, слава богу, руль влево. Вывернул. Да, вывернул. И об бордюр. У него ни одной царапины, слава богу. А у меня эпилепсия. Через год. Я умирал. И я еще никому не хотел это показать. Никому не хотел, что, не дай бог, меня пожалели, ничего, ни концерта, ничего, потому что не было состояния, никаких сил не было. После приступа ты просто не помнишь, кто ты такой. Но Господь посылает на помощь ангела-хранителя. Тогда, измученный болезнью, преданный друзьями, он никак не мог предположить, что 16-летняя девушка по имени Ирина перевернет всю его жизнь и исцелит своей любовью. Ты и я Хочется друг другу сказать, Только ты и я Мира при этом должен узнать. Я тебя люблю, Я тебя люблю, Я тебя люблю, И тебе одной О любви пою. Я тебя люблю, Я тебя люблю, Я тебя люблю, И тебе одной Жизнь свою дарю. Жизнь свою дарю, Я тебя люблю. Ей тогда было 16 лет, мы с ней познакомились на студии у меня в этом здании дворец пионеров на Милсах. У меня очень долгое время была студия, а у Ира там занималась класс-центр, театральной студии. И она зашла на студию попросить песню переписаться «Я с тобой». «Я с тобой», «Я с тобой», «Я с тобой». Это, да? Это песня тогда никто не слушал. «Летним майским садом». Да, 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 абсолютно верно тебе. Мои комплименты. Я с тобой, да, 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 да. Мне поразила ее любовь к музыке, творчеству. Ирочка из такой семьи, замечательной, порядочной, красивой, стильной семьи, что она ни в коем случае не должна была быть со мной, таким, как я. Плюс еще сверху добавились мои проблемы с болезнью, страшные болезни. Ну, это была страшная болезнь. Я еще жил в какой-то съемной квартире у пивших людей. Если я не жив, дай бог им сто лет жизни. И дай бог, чтобы они больше не пили. Я у них снимал квартиру, какая-то хрушовка какая-то там. Меня предали до этого мои близкие. Я, чтобы сохранить свою честь, продал свою квартиру. У меня была большая. И вот такой вот канитель, такая вот ужасная канитель. То есть она увидела нездорового и неуспешного, в общем, человека. От нее ничего не зависело, Дим, так и как я от меня. Я не знал, что у меня будет, какая у меня будущее. Я не видел вообще никакого будущего. Для меня было одно, что послаться там пару копеек, чтобы Ливан не голодал. Ливан – сын от первого брака. Он жил со своей матерью в Тбилиси. У Нино и Сосо счастливой семейной жизни не получилось. Но Сосо никогда не оставлял их. Помогал и поддерживал. И когда с Ливаном случилась беда, оказался рядом. Ливан тогда еще был маленький, но потом он мне признался, что там в 12-13 лет ему уже предлагали наркотики. Именно не покуриться, а именно, мы же с Ниной общались, с его матерью. Она мне говорит, что я, а он меня не слушает. Он безгранично любит, безгранично, но не слушает, потому что вот идет в школу, говорит, идет в школу. Он не идет в школу, идет со своими друзьями, там парки, туда-сюда девочки, там разборки, там, ну, он жил такой жизнью, так близкой, уличной жизнью. Я скажу одно, что его несколько близких, вот, которым он рос, по две, по три ходки уже, и они ничего не добились. Я его, конечно же, оттуда забрал и привез в Москву. Мне посоветовала моя подруга, она была моим директором, она еще крестная мама Лизы, Наташа Неклюдова. Она мне посоветовала в Суворовское училище отдаться. Я ей за это безгранично благодарен. Он, конечно, приехал, он еле-еле говорил по-русски, еле-еле что-то писал. Его невозможно было приняться, потому что он не мог сдаться ничего. Я тогда, помню, встретился с великим человеком, это генерал Рожжин, который возглавлял Суворовское училище, Московское. Я сказал, что как отец отцу, я вас прошу, он, не давайте ему погиб, он погибнет. Я не смогу с ним, потому что я постоянно должен на гастроли, постоянно, как он, как и что, ну, что, что. И он не то, что вошел в мое положение, он сразу все понял, и он, в первую очередь, спас Ливана. Потому что я не знаю, как сложилась бы дальнейшая судьба Ливана. Если бы не Ира, неизвестно, как сложилась бы судьба и самого Сосо. Эти семь лет я должен был пройти, что во многом успокоиться, переоценить свою жизнь и пройти для того, чтобы потом Ирочка моя, которая не отходила от меня, родила бы Лизу. И Лиза в 2004 году, родившись 13 декабря, как только она родилась, она сняла с меня все болезни. Лиза родилась в 2004 году, 13 декабря. В 2005 году, в начале, вот где-то через полгода, когда Лиза еще маленькая была, Бог мне во сне, уже после этого, дал песню «Помолимся за родителей». Во сне. Я утром в шестом часу проснулся, слава Богу, на диктофон наиграл, записал еще, я плакал еще, я играл и плакал, я Иру разбудил, послушай, говорю, с трясущими руками. И это Бог дал. Помолимся за родителей, со всех живых и небожителей. И час, когда станет холодать, их души свечами согреть. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранить. Помолимся и когда-нибудь Помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранить. Помолимся и когда-нибудь Помолятся дети за нас. Я прошел эти семь лет, и он мне дал после этого эту песню. И получилось вот такое вот, это даже не песня, это больше молитва. Пройдет всего несколько лет, и в жизни Сосо произойдет еще одно чудо. Это рождение третьего ребенка, дочки Сандры. Не тревожься, ангел. Я все время рядом. Приходи с рассвета В наш уютный дом. Не тревожься, ангел. Мне и маме надо Знать, что в мире это Мы теперь втроем Вот как время летит, вы представляете, у вас сейчас Лиза, ей 16? 15. Сегодня уже почти в меня ростом любит жесткий метал. Любит там Продиджи. Папа играл в подвале? Да, абсолютно. Мерлин Мэнсон. Недавно мы вот сходили, японцы приезжали, невероятная группа, мощная Корн, мы собираемся идти, Киз. Вот это создание, вот она вернула мне жизнь, и не только мне, а все мои родные. Моя жизнь, как кинолента, Были разные моменты, Я надеюсь, каждый прожить Был не зря. Были взлеты и падения, И прощания, и прощения, Было в жизни все, короче говоря, Не сдавался, не прощал предателей, Жизнь любил и часто ошибался, Но по жизни только перед матерью Я с молитвой сердце Преклонялся. Я наполню вино стаха, Пусть летит этот тост к друзьям, Пусть наполнит им обыло. Нашим детстве добра, Пасанова, Может, чем-то я бы не врана, Но забрал в дух себя Сая, И за все, что уже прошло. После моей болезни, После рождения Лизы, И то, что если бы не было Ири, Я также был бы страшным бабником. Я не пропускал, просто не пропускал Ни одну женщину, чтобы такое было. Ну, в принципе, и они меня не пропускали. Но Бог дал ту, которая остановила этот поток. Ирочка это остановила, Хотя я ко всем женщинам всегда относился, Отношелся с огромным уважением. Я никогда их не обманывал, Никогда ничего не обещал. Не было ни честных отношений. Тем более у меня ничего не было, Ни денег, ни яхты, ни самолет, Ничего не было. Да и сейчас нет, и слава Богу. Но есть музыка. Есть музыка, Есть огромное уважение к моей семье, К моему зрителю. Мы вместе создаем тот позитив, Который нужен обязательно людям. Иначе люди сойдут с ума. У любви всегда попутный ветер для двоих. Для любви мы с тобой, как море корабли. Любовь и даморе. Вот поэтому и альбом здесь на позитиве. Абсолютный позитив. Дима, ты посмотри. Там и фанк, и R&B, и соул, и дзаз. Если этот альбом послушает хоть один процент русскоговорящего мира, Для меня будет огромное счастье. Значит, я перед Богом что-то сделал. То, что Он мне доверил и доверяет. Я надеюсь, будет доверять. Вот что-то в чем-то, в микроскопическом, Как я говорю, значит, я оправдал его надеждой. Это очень интересно. Во-первых, человек, который не разбирается в музыке, Он получит огромную дозу позитива. А те, которые разбираются в музыке, Они кроме позитива еще получат. Увидят какая-то интересная работа. Пусть у вас еще будет много-много новых песен, И чтобы Бог вам давал эти солнечные мелодии. Аминь, Дима. Продолжайте нести музыкальную культуру. Обещаю. Спасибо. Так что ждите новый блюзовый альбом. Здравствуйте, мои дорогие. Всей семьей Павлия Шили Мы вам презентуем новую песню, Которая называется «Здравствуй, мама». Из нового альбома «Жизнь – это край». Живите долго, живите нужно. Берегите свои матери. Здравствуй, мама. Не кончало шоу. Сколько было женщин, Сколько городов. Здравствуй, мама. И прости, людях. Виски, блюзки, дайвизбок, Но зовут меня. Завут меня. Субтитры сделал DimaTorzok